Друзья, смотрите, что Марка принёс. Он терпеть не может ковры, но когда мы двигаем здесь стулья на террасе, там внизу не слышно, да, вот в туалетной комнате, внизу в нашей пристройке, она под нами. И мы решили постелить коврик, но я думала, что может быть мы как-то полы поднимем и там какую-то подстилку сделаем, но решили вот пока вот так. Так, Марка притащил ковёр, купил его на, сейчас скажу где, что он, подержанный, подержанный ковёр. Кстати, приходила Арина, увидела, что у меня денежное дерево вот здесь стоит, оно у меня в воде. Ну, то есть я ещё когда приехала, не смотрела, ну, дождь шёл. И вот такой вот, смотрите, кто там у нас. Это божьи коровки, божьи коровки, которые защищают от злых духов и, в общем, приносят в дом счастья, добро. Всё к деньгам, друзья, всё к деньгам. И Марка пошёл ставить машину на стоянку, на этот гараж. Я думаю, как нам теперь этот стол поднять, потому что вот это стекло, оно весит очень-очень много. Ну, вот как-то так. У нас тут немножко перестановочка получилась. Стены нам тут сделали. Всё вроде бы как к лучшему. И решили вот такой ковёр постелить. И уже поехал сегодня и взял. Молодец. Марка молодец. Ну, наверное, у нас сейчас вот оставит унитаз. Человек, сантехник, воду подключает и поможет нам приподнять. Приподнять это. Потому что это весит больше 200 килограмм. Само стекло. Ну и плюс металлические с нержавейки ножки, которые 200 килограмм эти держат. Держат. На собачью, на кошачью и на всякие вот такие вот вещи. Так, всё вроде сказала. Фотографию поставлю под видео. Ой, сегодня 29 сентября. Друзья, на улице. Тепло. Тепло. Где-то градусов 25. Так хорошо. Просто чудесно. Просто чудесно. Какие у нас тут ещё новости. Ну, новости мне. Вот я когда за грибами-то вчера побежала. Побежала. Пошла, поехала. Марка говорит, одевай ботинки. Я всегда ботинки одеваю. То есть не полботинки, не кроссовки, а ботинки одеваю. По горам лазить. Он говорит, за этот сезон 15 человек в течино погибли. То есть у нас в сентябре открылся сезон охоты. Ну и, соответственно, за грибами. Вот там мне кто-то писал по поводу того, что у нас нельзя грибы собирать. У нас нельзя какие-то ягоды собирать. Я вообще про это нигде ничего не слышала. Марка у меня наблюдает за всеми новостями. Мы голосуем за все, про все. И ничего такого мы не слышали. Вот я ему, конечно, еще вопросов не задавала. Потому что я его еще толком-то и не видела сегодня. Он ездил по своим делам. И вот сейчас пришел мне, показывает коврик. Что надо нам будет его постелить. Ну так вот, 15 человек погибли. Почему? Потому что идет охота, допустим, да. Они видят зверя, они к нему подойти не могут. Вот, ну, например, кабан. Вот. Они, он, охотник в него стреляет, попадает. Кабан, возможно, падает. Возможно, к нему очень трудно подобраться. Потому что горная местность, она предполагает какие-то горы-откосы. И человек, подобравшись к этому добыче, начинает его стягивать куда-то на более удобное место для разделки. И не получается. Ну, для разделки навряд ли. Но нужно до машины его дотянуть. И получается, что люди погибают вот иногда вот так. Хотя охотники, они люди бывалые. Ну, вот, и за грибами тоже люди ходят. Подскользнулся, нога подвернулась. И все, человек летит и потом, как говорится, погибает. Вот он говорит, и не было никогда такого, чтобы вот как бы в течение, в течение какого-то короткого времени. Маленькая у нас территория. Да, это не наш вали, а вообще все течено. Это очень много. Большой процент. Это сказали вот по телевизору. И он мне, естественно, об этом доложил. Что нужно быть осторожным. Не надо куда-то лезть. А я, кстати, видела там семейку мухоморов в таком месте, где я, допустим, подобралась и достала только два. А нужно было бы еще там штук десять еще собрать. Но я не смогла просто до них дотянуться и не стала рисковать. Легко стать инвалидом, легко погибнуть. Ради чего? Ради куска мяса или там семейки грибов? Ну, нет, конечно. Нет, конечно, все-таки мы люди взрослые и самостоятельные. И несем за себя ответственность. Так же, как и за других с нами, которые там детей, взрослых, престарелых. Я не считаю пока еще себя старой. Пока еще в состоянии себя обслуживать, ходить за грибами, ездить в отпуск, отдыхать. Да? Ну, вот как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кому нравится такая вот тема о нашей жизни в Швейцарии. И буду вам рассказывать все, что у нас происходит. Ну, пока вот так. Хотя вот нам сказали, что вот эти два растения вместе не растут. Я смотрю, ничего, вроде как и сидят. Ну, вот. У кого-то там какое-то растение, и одно из них погибло. Ну, да, может и погибнуть. Ну, погибнет, значит погибнет. О, ням-ням. Пришел ням-ням. Хочет кушать. Всем пока. Поставлю потом... Потом поставлю, когда у нас это все будет. Всем пока.